Добрый вечер и как всегда мы говорим о нашем городском хозяйстве, о перспективных задачах, которые мы перед собой ставим и о том, что уже сделано. В первую очередь хотелось бы сказать о том, что действительно уже состоялся экофестиваль, экофестиваль о котором было много сказано. Это международный экофестиваль, который второй уже в нашем городе и в дальнейшем я уверен, что масштабы фестиваля будут только расти. И тем самым мы заявляем о том, что экология это наша основная задача, это основной вектор развития, который мы ставим перед собой в развитии нашего города, в том числе и в системе городского хозяйства. Что же мы могли увидеть на этом фестивале, на чем бы хотелось остановить? В первую очередь, конечно, Одесса это зеленый город, карта зеленых насаждений, мы о ней много говорили, но хотелось бы о тех задачах, тех инициативах, которые мы уже наметили на этот год и в этом году хотим реализовать. В первую очередь, заезжая в наш город, гости города должны увидеть то, что они действительно заезжают в зеленый город, в экологически чистый город. Поэтому на въездах и выездах с города, а в частности мы сейчас говорим за Терраспольское шоссе и за Киевскую трассу, будет высажена зеленая изгородь. Мы рассчитываем высадить 16 тысяч это кустов, будут оборудованы, высажены специальные клумбы, то есть опять-таки повторюсь, чтобы заезжая в город, гости города, как и жители города, понимали, что Одесса в первую очередь зеленый город. Также в этом году, это тоже было сказано городским главой на экофестивале, в городе собираемся высадить тысячу белых акаций. Почему белые акации? Я думаю, всем понятно, это дерево-символ города, которое действительно символизирует город. Дерево, которое стало частью истории города, которое воспевали в песнях и которое мы все видели в детстве, да и сейчас видим на улицах нашего города. Белые акации будут высажены на улице Балковской и также в центральной части города. Хочу отметить то, что высаживать мы будем уже большие деревья, то есть деревья десятилетние, которые высотой будут по 3-3,5 метра. На завершение хотелось бы сказать, что еще на этом экофестивале мы могли видеть новые автобусы, о которых мы уже говорили. Это автобусы большой вместимости, это автобусы уже Евро-5, намного экологичнее, чем те, которые работают сейчас в основном на маршрутах нашего города. Но помимо этого хотелось бы еще добавить, что уже эти автобусы будут оборудованы системой безналичного расчета. Также там будут датчики GPS-навигации, которые будут выведены на городской сад, а также на мобильный додаток. Поэтому все пользователи этого ресурса могут увидеть, где находятся эти автобусы, на каких маршрутах, при желании или необходимости воспользоваться этим автобусом. Ну и кто хочет, в этих автобусах возможно рассчитаться безналичной формой расчета. В дальнейшем, конечно же, мы будем устанавливать и настаивать на том, чтобы частные перевозчики на всех своих единицах подбежного состава также устанавливали валидаторы для безналичной формы расчета. На этом на сегодня из новостей, наверное, все. Еще раз повторюсь, экофестиваль вышел достаточно ярким, достаточно содержательным. На следующий год, я уверен, все у нас это получится еще лучше. До новых встреч. До свидания.